Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи. Мы начинаем Ultimate Team FIFA 17. И помните, помните, в прошлом году мы с вами снимали Нуб Team на втором канале. Для тех, кто не знает, у нас был, в общем, Нубский состав. Мы улучшали его только за счет выигранных монет. Покупали новых футболистов, не очень дорогих. И шли по дивизионам. В принципе, в этом году мы продолжим наш путь по дивизионам. В таком же ключе. И у нас есть наборы. Есть наборы. Какие-то я получил за выполнение заданий. Какие-то мне дались за предзаказ. Например, вот эти вот два больших набора, в которых я надеюсь что-то вытащить. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с дешевых бронзовых паков, в которых я сомневаюсь, что мы раздобудем что-то интересное. Но, в принципе, эти все футболисты нам понадобятся для различных сборок составов. Также здесь контрактики, различные формы и тому подобное. Набор. Игрок в аренду. Кстати, смотрите. Видите, вылетает одна звездочка. Это значит, что один рарный футболист в паке. Если вылетает 2 и 3 звездочки, значит 2 и 3. Если вылетает одна здоровая звезда, то мы получаем с вами какого-то футболиста с хорошим рейтингом. Кстати, прикольно. В этом паке еще и 1000 монет нам упало. Здорово. Ну и вратарь Роберто. Идем дальше. Идем дальше. Премиум набор. Снова игрок в аренду. Здесь один редкий футболист. Оно и понятно. И снова одна звездочка полетела. И здесь у нас Фернандо Торрес. Я, конечно, хотел бы Гризмана, но он у нас француз. Так, и здесь у нас еще дубликат меча, который, скорее всего... Ну да, 0 монет. Это все бесплатно. Серебряные подарочные наборы. Тут, я думаю, тоже у нас ничего сверхинтересного не будет. М-м-м, Рэдбул. Окей. Так, ясно. Тут мало. Тут два футболиста. Снова ни одного редкого. Давайте тоже это быстро. Тут вообще одни контракты. Ничего вообще сверхинтересного. И вот уже набор из двух футболистов. Одна звезда и... Очень странно то, что... Рарный, рарный предмет. Ага, вратарь. Вратарь нам упал немецкий. Ну и самое интересное напоследок. Два пака. Семь редких футболистов. 24 предмета. Поехали. Три звезды. Косилни. Слушайте, неплохо. 85. Но поскольку три звезды упали, там... Что-то еще должно быть. Майер и Фред. Ну-ка, давайте-ка взглянем. Косилни, ты что-нибудь стоишь? Это, ребят... Это джекпот. 37 тысяч монет. Ну, 35 тысяч. Очень здорово. Хороший защитник. Кто у нас здесь еще? Берри выпал. Чельстром. Звезда. Помните? Звезда карьеры футболиста. FIFA 16. Физформа. Прикольная форма. Ну, я считаю, что первый пак... Очень классный. 35 тысяч как с куста. Открываем второй. Второй. И здесь, к сожалению... Не так сильно повезло. Шандауна выпадает из Анжи. Который в свое время был в Кубани. Комара. Угу. Тренер арсенала. Снова контрактики. И еще один набор контрактов. Нормально. Ну что, ребят. Да, сейчас мы контракты обменяем. Это... Это нам в помощь. Полезные-полезные предметы. Так, теперь давайте смотреть, что же у нас с составом. Посмотрим, кого мы можем с вами поставить. По всей видимости, будем собирать что-то смешанное с АПЛ. Итак, кассилни у нас есть. Смотрим, кого на правый фланг мы можем поставить. Я думаю, мы не будем затрудняться. И поставим сразу Белерина, которая у нас арендована. И будем пробовать пока играть с арендованными футболистами. И также Морес. Морес на правый фланг. Что у нас под ЦАПом? Хамес. Дели Али. Его, я думаю, мы как раз и впихнем. Есть у нас Информчик. Сегодня у нас такая больше арендованная команда. Но, я думаю, покупки-то нам тоже нужны. Покупки тоже нужны. Кого можно поставить на форварда? Из английской лиги у нас никого нет. Давайте посмотрим просто по составу. Кто еще хотя бы у нас есть? Так, на ЦП тоже нету. ЛП взглянем. Кто у нас есть на ЛП? Деназар, в принципе, на 5 матчей. Марсиаль. Неплохо. Левый защитник кто-нибудь есть? Просто поглядим хотя бы по составу. Что нам нападало. Так. Пу-пу-пу. С левым защитником у нас тоже проблемы. С левым защитником у нас проблемы. Ну, давайте тогда попробуем поискать вратаря. Батлант у нас есть. Ну, кстати говоря, почему бы и нет. Из Сток Сити. Какой у него рост? Рост 196. Для вратаря, мне кажется, это очень даже неплохо. Хорошие рефлексы. Хороший рывок. Нырок. Так что, я думаю, он у нас должен стоять на ура. Ну что, ребят, я думаю, сейчас я кого-нибудь подберу на трансферном рынке и мы с вами продолжим. Итак, друзья, я собрал состав. Продал я Косилни и взял вот этих вот шестерых бойцов. У нас пока что АПЛ. И мы смотрим. Взял я Мустафи центральным защитником. В паре к нему у нас будет Акбона. За него я играл в 16-й версии FIFA. Очень классный защитник. Гарри Кляши. Я думаю, поможет нам на фланге разрывать соперника. Кто у нас дальше? Джаку взял. Посмотреть в центре, как он будет действовать. В принципе, неплохие передачи. И поскольку у нас центр поля будет насыщен, я думаю, что он должен справляться со своей задачей на 100%. Марсиале мы взяли в аренду. Али тоже. Вот. Ланцини, скорее всего, так зовут этого паренька. Я честно скажу, я его не знаю. Я с ним не знаком. Я брал его исключительно по статистике. Скорость 82, дриблинг 85, при том, что финты 4 звезды. И, в принципе, он не очень дорогой. Ну и Решфорд. Маркус Решфорд у нас будет на острие атаки. Я надеюсь, что он будет приносить нам много пользы, потому что скорость 90. И Арсен Венгер у нас в качестве главного тренера, я думаю, справится с этими ребятами. Так что погнали искать первого соперника в 10-м дивизионе. И вот такая вот арендованная команда тоже наполовину. В принципе, многих мы видели. А Буби Боба, Марка Ройс, они у меня тоже есть. Кровахаль у него что-то делает на левом фланге. Ну, парень особо пока не вкладывался в состав. Сыграно 72. Я надеюсь, что наши парни смогут раскатать. Сейчас мы посмотрим. Пойдем сразу в контратаку. Парень пока играет на контроле. Скажу сразу, друзья, это первый матч в онлайне. Еще я в 17-й FIFA не заходил против живых людей. Но здесь вратарь. Вратарь на месте. Быстренько прокинуть себе мяч. А вот сейчас здорово, здорово. Ланцини набирает скорость. Какой выстрел! Неплохо. Джака увидел Рэшфорда. И в ближний спасает голкипер. Блант. Ну, пока, пока неплохо. Давайте вот сюда в центр. Акбона головой пробивает. И от нескольких рикошетов мяч все-таки достается голкиперу. ой-ой-ой. Опасные тут рикошеты. Тем временем 20 минут позади, пока 0-0. И снова вот эти микро-развороты и нарушения правил. Первая желтая карточка Акбона получает, но случайный, случайный фолл. Прокинул мяч соперник. Снова Рэшфорд. Вот здесь нужно убегать. Рэшфорд. Пейс 90. И ну что ж ты будешь делать-то в пятую точку? Побоялся Рэшфорд решать сам. Хорошо. Ланцини. Здорово. И туда на фланг. Там уже Морес. Морес здорово. 1-0. 1-0, друзья. И Дели Али забивает. Как-то я говорил в первом тайме, что паренек незаметен, но здесь он очень хорошо открылся под передачу Мореса и 1-0. Рэшфорд бьет и галкипер забирает. Марсиаль набирает скорость на фланге. удар поворотом, а здесь у Дели Али удар не получился. Здорово, Мустафи. Рэшфорд. Что же нам не дают забить? Еще нужно, еще нужно забивать 20 минут до конца. Хорошо, Клиши. Клиши набирает скорость. И пенальти. Ну, здесь я, честно, даже не заметил этого эпизода. Желтая карточка. Матьюди ее получает. Я уже делал пас туда на дальнюю. И Дели Али. Ну, нет, мы дадим, я думаю, Рэшфорда ударить. Рэшфорд у мяча. Ну, и гол. И гол, друзья, это Рэшфорд, который смог отличиться. Он сегодня был очень полезен для команды. Часто забегал. И вот его награда. Это гол. 2-0. Рэшфорд увидел на фланге Беллирина. еще один выстрел, а здесь галкипер спасает. Джака или это Мустафи? Кто-то из них, кто-то из этих светленьких парней решил увеличить еще счет на табло, но к сожалению не получилось. Акбона, хоть и желтая карточка сегодня у него есть, но очень здорово. Очень здорово проводит матч. И звучит финальный свисток. Первая победа есть. 2-0. Движемся дальше. Наш второй соперник. И здесь, мне кажется, должно быть все очень легко. Сыгранности почти нет. Никому неизвестные ребята. Хотя вот там, смотрите-ка, Дармиан. Поехали. В первом матче Рэшфорд был лучшим игроком. Посмотрим, что у нас будет сейчас. не будем, конечно, сильно расслабляться, потому как неизвестно, что с Гандикапом в этой игре будет пробовать Рэшфорд. ну нет. Здесь слишком элегантно Рэшфорд захотел забить. Аккуратно. А что это мы сами-то упали? Ой-ой-ой. Ой, это куда паста? И нарушения правил нет. Этот пасец, конечно, испортил всю малину. потому что вышла опасная контратака. И 1-0. Не забиваешь ты, забивают тебе. И вот эти ребята, посмотрите, как классно. Наши, такое чувство, что у наших парней нет сыгранности. Здесь, конечно, классно развернулся. Я уже даже начинаю заговариваться. И пробил. Пробил. Ни защитник, ни вратарь не успел. И пока вот здесь с расстановкой как-то очень странно. Давайте навладение мечом. И вот так вот. Был у нас неплохой пас, неплохой момент, но мы им не воспользовались. Ну, нужно реализовывать. И снова, да, как у него это получается? Как у него это получается? Акбона не выдержал, снова желтая. здорово, Джака. И удар, еле-еле. Ну, нифига себе галкипер у него швыряет. Ну, штрафной. Нет. Рэшфорд. И галкипер тащит. Как ему уже нужно забить? Вот это забить! Рэшфорд через себя ножницами бил. Это охренеть, просто охренеть. Охренеть, я в шоке до сих пор, друзья. Я до сих пор в шоке. и мы проигрываем. Но какой удар! Охренеть, просто охренеть. Ну, ладно, одна победа, одна ничья. Для первого запуска Ultimate Team это, конечно, здорово, но какой момент! Просто покажите, покажите мне этот момент, я хочу увидеть моменты матча. Яркие моменты. на последней минуте. Это Марсиаль пробивал. Смотрите. Хоп, ножнями, и мяч выскакивает. Охренеть, в 16-й FIFA да никогда такого не было. Но это было просто охрененно. Я надеюсь, друзья, вам понравилось. Поддержите видео лайком, и мы будем продолжать идти по дивизионам. С вами был Локи, всем спасибо, всем пока.